Да я не могу, ребят. Они мои члены семьи были. Глядя на расстрелянных лошадей, мужчина не может сдержать эмоций. Николай Дроков посвятил этим животным 11 лет своей жизни. Из 68 особей в табуне осталось только 15. Зверское убийство произошло, когда кони находились на свободном выпасе. Кобыла и жеребята получили по две пули в область сердца. Материальный ущерб составил почти 5 миллионов рублей. Но дело не в деньгах. Главное найти вот эту мразь. И чтобы эта зараза не распространялась. Понимаете, это сейчас не найдем, завтра страшнее будет. Потому что это все безнаказанность. Завтра он пойдет, может, кому-то коров перестреляет. Или, не дай бог, людей начнет отстреливать. Убитых животных обнаружили местные жители. И сообщили об этом владельцу табуна. Кто совершил зверское преступление, Николай не знает. Конфликтов с односельчанами у фермера не было. Это подтверждают односельчане. Возможно и такое. Я вот не слышал, чтобы он с кем-то там, какие-то были у него разногласия. Что-то с кем-то. Возможно, кто-то и побаловался. Просто, может, те же охотники какие-нибудь молодые. К нам же приезжает много сюда охотников-то и отовсюду. По факту массового убийства лошадей возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное уничтожение чужого имущества. Создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные сотрудники следственного управления, уголовного розыска, а также экспертно-криминалистического центра главка, которые окажут помощь Петропавловской полиции. Расстрел лошадей в Петропавловском районе происходит не впервые. Прошлым летом жертвой аналогичного преступления стал другой фермер. Убийцу животных так и не нашли. Тоже застрелили. Все это безнаказанно осталось. Семь голов было расстреляно. Расследование громкого преступления взял на личный контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян. А Николай Дроков тем временем намерен провести собственное расследование. С помощью металлоискателя мужчина намерен собрать пули, которые мог обронить преступник, и не смогли найти в снегу полицейские. Так фермер попытается вычислить убийцу животных. Елена Самарина, Михаил Лифуншан, Евгений Андреев. Новости.